Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! Первый век христианства! Месяц, сентябрь. День пятый. Житие святого пророка Захарии. Святой пророк Захарий, священник из потомства Ифамара, сына Ааронова, имел жену Елисавету, которая также была из рода Ааронова и доводилась сестрой Анне, матери Пресвятой Богородицы. Святой Евангелие свидетельствует о Захарии и Елисавете, что они были украшены всеми добродетелями, непорочно проходя свое жизненное поприще. Святой апостол и евангелист Лука говорит о них, они были праведны оба пред Богом, ходили во всех заповедях и оправданиях Господних беспорочно. Евангелие о Луке 1.6 Что в житии их было действительно благочестиво, об этом свидетельствует та же и святая их отрасль, честный и славный пророк, пресечий и креститель Господень Иоанн. В Писании сказано, по плодам узнается дерево. Плод от доброго дерева действительно не может быть дурным, ибо как говорит то же Писание, если корень свят, то и ветви. Поэтому и святая ветвь Иоанн могла произойти только от святого корня. Святой Захарий, отец предтечи, священствовал в Иерусалиме царствование Ирода. Ирод, называемый в истории Великим, сын Антипатра, царя Иудея. Сначала был правителем Галилеи, но при первом римском императоре Октавии Августи, еще до воцарения его, в 1940 году до Рожеса Христова, получил титул иудейского царя и управлял всей Иудеей, которая тогда была подсинена римскому государству. Захарий был из дневной череды Авиевой, то есть из рода Авии, очередь которого приходилась в восьмую седмицу. Об этих чередах повествуется следующее. Царь Давид, видя, что рода Аарона стал очень многочислен, так что не было никакой возможности всем вместе совершать служение в храме, разделил потомков Аарона на 24 череды, или лика, чтобы они, один за другим, справляя каждую свою седмицу, совершали службу в храме. Во всякой отдельной череде царь избрал одного теснейшего мужа и сделал его начальником лика, так что каждая череда имела своего главного священника. В череде же было более пяти тысяч священников. Для того, чтобы не было между главными священниками спора о том, кому из них своим ликом служить первую седмицу, кому вторую, кому третью и так далее, до 24-й, они бросились в жребий, и по жребию сделали распределение, и такой раз установленной очереди они держались за наступление новой благодати. Так что потомки каждого священника соблюдали свою очередь по жребию, который выпал их предку. В восьмой жребий выпал священнику Ави, первая параллепоминон, 24-й, 10. В числе потомков Коу был также и святой Захария, поэтому-то он отправлял в течение восьмой-седмицы службу в храме вместе со своей всей чередой, ибо он был главным над остальными священниками своего рода. Одна же Захария, когда он, соблюдая очередь свою, служил перед Богом, падучи священников, нужно было войти в храм Господний для каждения, было же в то время на молитве множество народа. Во его святилище Захария заметил ангела Господня, стоявшего по правой стороне у кодильного алтаря. Приведя ангела Захарию, объял страх, на послании Божии успокоил его, сказав, «Не бойся, Захария!» И утешил он правильного священника, воздействив, что молитва его благоприятна Богу. Внимая ей, Господь дарует ему милость. Он благословил жену его или совету, разрешая, несмотря на ее престарелый возраст, узы ее неплодства. И она родит сына, теза именитого благодати Иоанна. Слово Иоанн с греческого означает «благодать Божия», который своим рождением принесет радость не только родителям, но и множеству людей. Многие, прибавил ангел, возрадуются рождением его. Возвестил ангел Захарий та же и о том, что сын его будет велик перед Господом не телом, но духом. Он будет постником и будет вести такую воздержанную жизнь, как никто другой. И действительно, таково же о нем было и свидетельство самого сына Божия. «Пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ел, ни вина не пил». Луки 7.33 Ангел предсказал, что еще в отстреле матери Иоанн исполнится Духа Святого, и многих из сыновей израильских обратит к истинному Господу Богу, что он будет Христовым предпечей в духе и силе пророка Ильи, и приготовит народ к принятию Господа Спасителя. То есть, с той же несокрушимой ревностью и нравственным могуществом, с какими некогда действовал великий ревитель по Боге, порок Ильяр. Услышав все это, Захарий был удивлен и поражен. Так что не решался верить сказанному. Странным казалось ему это, потому что веса это была неплодна, и оба они были уже преклонного возраста. И сказал он ангелу, как мне поверить всему, ведь я уже стар, состарилась та же и жена моя, которая никогда не имела детей. Тогда ангел ответил ему, «Я, Гавриил, предстоящий перед Богом, я послан сказать и благовестить тебе сие, и за то, что не поверил ты моим словам, ты будешь нем и не скажешь ни одного слова до тех пор, пока все сие исполнится». Так как Захарий в беседе с ангелом замедлил в алтаре, то Морой бывшей церкви дивился сему. Выйдя к народу, Захарий принужден был знаками показывать, что он стал нем, когда присутствующие поняли, что ему в алтаре было видение. Окончив свою очередь, Захарий возвратился в дом свой, находившийся в горной стране в Хевроне, в городе Иудове. Этот город был одним из тех, которые даны были по жребию потомкам Иуды и предназначены для жительства священникам. Иисус Новин, 21.13, 1 Парлипоминон, 6.65. Хеврон был также одним из дальнейших городов земли Хананской. Когда исполнилась возвещенная ангелом, и бывшая до то ли неплодной лесовета родила Иоанна, имя сие Захария написал на поданной ему дощечке. Отверженность уста Захария, язык его разрешился, и он стал говорить, благословляя Бога. Исполнившись Святого Духа, он начал пророчество, говоря, «Благословен Господь Бог Израиля, что Он посетил и сотворил издавление людям Своим и возвик рог спасения нам в доме Давида отрока своего, как говорил устами святых всех от века пророков его, и ты, отрача, пророк вышнего наречешься, предвидишь ты перед лицом Господним приготовить пути его». Но вот наступило время, когда родился Господь наш Иисус Христос в Вифлееме, и волхвы, пришедшие с востока по видению чудесной звезды, вознестили Ироду о новорожденном царе. Тогда Ирод, послав Вифлеем воинов, чтобы они избили всех детей, приказал умертвить и сына Захария, о коем много слышал. Ироду известно было все случившееся во время рождения Иоанна, так как все события, коими сопровождалось рождение Иоаннова, вызывали страх и изумление среди окрестных жителей. Все иудеи говорили об этих чудесных событиях. Молва дошла и до Ирода. Все, слушавшие, слагали в сердце своем происшедшее и говорили, «Что же от рача сей будет?» Ирод вспомнив теперь об Яане, подумал, «Не этот ли будет царем иудейским?» Задумав умертвить его, царь отдельно послал в дом Захарии убийц. Но посланы не нашли святого Иоанна, ибо когда началось безбожное избиение детей в Вифлееме, стоны и вопль были услышаны в Хевроне, городе Иудове, где жили священники, так как он находился на недалеком расстоянии от Вифлеема. Скоро узнали в Хевроне, конечно, и о причине такого вопля, когда святая Иллисавета, взяв сына своего отрока Яна, коему было уже полтора года, бежала с ним в горы. А святой Захария в то время находился в Иерусалиме, отправляя обычную службу по порядку чтеды своей. Скрываясь в горах, Иллисавета со слезами молилась Богу, чтобы он защитил ее и ее сына. Увидав с горы воинов, кое тщательно разыскили беглецов и уже были недалеко, она в ужасе возопила в ближайшей каменной горе, «Гора Божия, прини мать с сыном!» Гора тотчас расступилась, заключила их в себе, и таким образом они укрылись от настигавших их убийц. Не найдя тех, кого искали посланы, ни с чем возвратились к царю. Тогда Иерусалиме послал Захарии в храм приказания, чтобы он отдал ему сына своего Яна. «Я служу ныне Господу Богу Израилю», — отвечал на это святой Захария, «и не знаю, где теперь находится сын мой». Разгневанный Иерусалиме послал к нему и приказал убить самого Захария, если он не отдаст своего сына. Святые убийцы устремились, как звери, стараясь немедленно исполнить повеление царя, и с яростью закричали священнику Божию, «Где скрыл ты своего сына? Отдай нам его, ибо так повелел царь! Если же не дашь сына своего, то сам погибнешь лютой смертью!» На свете святый Захарий отвечал, «Тело мое вы убьете, а душу мою воспримет Господь». Тогда убийцы бросились на Захарии, и между церковью и алтарем убили его, как повелел им царь. Пролившаяся же кровь святого сгустилась на мраморе и отвердела, как камень, во свидетельство и вечное осуждение Ироду. А Елисавета, хранимая Бозом со своим сыном, пребывала в раступившейся горе. С Божьим повелением устроилась до них там пещера, открылся источник воды, а над пещерой выросла финиковая пальма, на коей и есть плоды в изобилии. Когда мать с сыном хотели есть, дерево склонялось, подаваясь в пищу плоды свои, а затем снова выпрямлялась. Спустя 40 дней после убиения Захарии святая Елисавета Мать Предтечи приставилась в той пещере, а святый Иоанн был питаем ангелом до совершенного возраста и хранил в пустынях до дня явления своего к израильтянам. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok